По поводу казачества. 410 тысяч рублей оплата за услуги поощрения казаков-дружинников. Ко мне обращаются избиратели, есть ролик в ютубе, как они возле своего штаба избивают четвером гражданина. Понятно, я осуждаю его действия, он там велся некорректно. Хотя рядом с их штабом улица Братская 100 метров, охрана порядка, уже начали молодежь курочить этот парк, стелла, лавочки и так далее. Для меня поощрение, как мы депутаты на общественных началах, достаточно было бы обычной грамоты. Так что вот предложение есть депутатскому корпусу вот эти 410 тысяч рублей поощрениям перевести в грамоты и медали. Только конкретно, если они какого-то хулигана поймали или какой-то ситуации. Эти денежные средства перенести на освещение. Вот освещение у нас на весь район всего лишь 100 тысяч рублей. Мы можем такие изменения предусмотреть в бюджете? Потому что я так понимаю, миллиард рублей Кондратьев и так у нас выделяет с края на оплату всего региона, на оплату казаков. А это вот получается местные доплаты. Непонятно за что. Мне, например, не понятно. Александр Сергеевич, прежде чем депутаты примут для себя решение, я хотел бы и вам, и остальным депутатам пояснить, на что фактически предусмотрены данные денежные средства. В ходе проведения мероприятий районного уровня, а это, допустим, день района, бал первоклассников, выпускной бал. В случае, если для охраны общественного порядка на данных мероприятиях задействованы казаки, то им производится выплата в размере 100 рублей за один час охраны. В текущем году у нас также было предусмотрено 410 тысяч, но учитывая ввиду ограничительные мероприятия и практически отсутствие мероприятий районного уровня, на которых необходимо было бы привлекать казаков, они уже подготовили письмо, направили в наш адрес, из этой суммы они нам 300 тысяч в этом году возвращают. Поэтому какая-то сумма сложится по факту следующего года, пока говорить рано. Если будет та же ситуация, что и сейчас, то, естественно, мы эти 300 тысяч с них снимем и дальше уже по пожеланию или во исполнении наказов направим их на другие цели. Нет, у меня предложение другое. Им же и так Кондратьев оплачивает зарплату, мы им и так бесплатно... Он им оплачивает зарплату за дежурство совместно с сотрудниками МВД. Мы им за это не платим. Мы им оплачиваем, я же говорю, из расчета 100 рублей за один час обеспечения порядка во время проведения мероприятий районного уровня. Ну, пусть все равно рассмотрят вопрос, берут пример с депутатов, которые на общественных началах бесплатно тратят свое время. А мы со своей стороны, я лично, буду ходатайствовать о грамоте или благодарственном письме за конкретное какое-то их доброе дело. Продолжение следует...